Привет, Страж! Рад видеть тебя на канале Трипл Вайп, меня зовут Джонни Лейни, и сегодня мы посмотрим на первую порцию подробностей о грядущих новых подклассах Стазиса. Напомню, что разработчики на прошлой неделе показали новый ролик с новой стихией на презентации Gamescom, и теперь, в течение этой недели, они будут по очереди уделять внимание разным классам. 1 сентября рассказали о Варлоке и о его новом подклассе Заклинатель Теней. Мы разобрали вчера статью на стриме, но для тех, кто пропустил, я подготовил чуть более подробное видео. К сожалению, новых кадров для видео не появилось, но зато есть скриншотики и важная стена текста. Давайте вместе прочтем статью и определим самые важные и интересные моменты. Стазис – это первая стихия в Destiny после изначальной троицы, пишут разработчики, включающие молнию, солнце и пустоту. Его первое появление в расширении за гранью света предлагает игрокам множество вариантов развития во всех аспектах игры, от истории до ведения боя и соответствующие возможности для персонализации своих стражей. Какой бы класс вы не выбрали, Стазис изменит то, как вы играете в Destiny 2. Вот это очень важно. Разработчики прямым текстом указывают нам, что Стазис – это то, что перевернет игру, важный геймченджер. Благодаря этой стихии мы получим возможность иначе пройти как новое задание, так и взглянуть под другим углом на привычные активности. Во время сражения Стазис можно использовать разными способами, в том числе замораживать или замедлять противников, создавать кристальные Стазисные структуры и даже разбивать замороженных противников. Благодаря такому разнообразию у игроков появляется еще больше возможностей контролировать масштабные бои. Мы это видели в футажах предыдущих роликов. Игроки, демонстрирующие способности, делали акцент на командной игре. Один Страж заморозил толпу врагов, другой бросил туда гранату или нож и разбил противников в дребезги и так далее. Ни один класс не воплощает идею заморозки лучше, чем Варлок Заклинатель Теней. Наполнившись энергией Стазиса, Заклинатель Теней может призвать посох Стазиса, который выпускает снаряды, способные немедленно заморозить противников. Атака ближнего боя Взрыв Полутьмы Заклинателя Теней – это быстрый выброс из посоха энергии Стазиса, мгновенно замораживающий любого. После этого Варлок может разделаться с обездвиженными врагами или, оставив ледяные статуи в покое, заняться более важными угрозами. Если вас интересует комбинация заморозки с разрушением, то суперспособность Заклинателя Теней, Ярость Зимы – то, что вам нужно. Заклинатель Теней призывает посох Стазиса и выпускает заряды, которые мгновенно замораживают противников. Вторая стадия начинается, когда Страж поднимает посох, подрывает кристалл Стазиса на его верхушке и направляет разрушительную, раскалывающую ударную волну, которая дезориентирует замороженных врагов поблизости. Тут уже мы переходим к полноценному описанию конкретно варлочьих способностей. Основное оружие Заклинателя Теней – это морозный посох, который мы уже видели на различных скриншотах и видео. При использовании супера посох атакует противника на дальней дистанции, точечно замораживая врагов, после чего испуская мощную волну по замороженным противникам. Но есть и атака ближнего боя – Взрыв Полутьмы, которая также использует посох для быстрого замораживания противника одним выстрелом, как например сейчас варлок швыряет в противника огненные сферы в верхней ветке солнечного подкласса. И вероятно, чтобы эта способность не была столь имбалансной, анимация ее применения довольно долгая и медлительная. Гораздо медленнее, чем тот же бросок огненными сгустками, что есть у буревестника сейчас. Скорее похоже на метательный нож охотника, который также для баланса получил долгую анимацию извлечения ножа перед его броском. Интересно вот что, как долго противники будут оставаться замороженными, и будет ли значение этого таймера в ПВЕ отличаться от ПВП? Мне кажется, разница в несколько секунд играла бы огромную роль. Одно дело заморозить несчастного падшего на 7 секунд, и другое – не дать другому игроку двигаться на это же время. Такие способности могут сильно повлиять на стратегию игры в состязательных режимах, и это на самом деле круто. Но настолько подробную информацию мы получим уже, когда сами попробуем стазис на своем опыте. Давайте перейдем к самому интересному – новому экрану персонализации подкласса. Если вы играете в Destiny достаточно долго, вы знаете, что грамотный выбор подкласса по ситуации зачастую может решить исход боя. У титанов есть защита рассвета, у варлока в кладези, и умелые стражи знают, какими ценными могут оказаться эти способности в трудную минуту. За гранью света и стазис дают вам еще больше возможностей для адаптации подкласса к своему стилю игры. Каждый подкласс стазиса в расширении за гранью света дает игрокам возможность персонализировать такие способности, как метание гранат, режимы перемещения, классовые способности и так далее. Кроме того, мы добавили новые уровни персонализации – аспекты и фрагменты. Аспекты – это физические предметы в мире игры, например, кристаллизированное слияние вексов или роботизированная рука падшего. При использовании аспектов игроки, среди прочего, получают новые способности. Их можно свободно смешивать и совмещать друг с другом, у многих аспектов есть место для размещения фрагментов. Фрагменты – это такие же физические предметы, которые можно найти в мире. При использовании с аспектами они могут обеспечить игрока дополнительными пассивными бонусами, например, повысить характеристики. Однако улучшение одних характеристик может повлечь за собой ухудшение других. Улучшения аспектов уникальны для каждого подкласса стазиса, в то время как ячейки фрагментов от класса не зависят. То, как игроки комбинируют эти улучшения, дает целый ряд возможностей для персонализации. То есть, для кастомизации подкласса стазиса у нас появляются два новых понятия – аспекты и фрагменты. И то и другое – артефакты, которые мы будем получать различными способами в игре. Напоминать их использование будет сочетание модов на броне. В статье, например, есть аспект «Ледяной импульс». Благодаря ему активация раскола Варлока будет испускать ударную волну для мгновенной заморозки противников, находящихся неподалеку. То есть, уже существующее умение получит новый эффект. Но у самого этого аспекта будет ряд ячеек для еще большей кастомизации с помощью фрагментов. Наш Варлок решил вставить в ячейку фрагмент под названием «Шепот преломления», который восстанавливает энергию классовой способности после разбивания врагов в дребезги. После этого у него получилась эффективная комбинация, которую можно довольно часто использовать при умелой игре. Аспекты строго персональны для каждого класса. У Варлока они преобразуют способности именно Варлока, у Титана они свои, у Охотника также свои. А фрагменты это скорее не завязанные на классах модификаторы. То есть, вот описанный шепот преломления отлично может использовать и Охотник, например. Фрагмент просто дает больше энергии классовой способности за разбитых замороженных врагов с помощью оружия. Также, если мы посмотрим внимательно на скриншот настройки подкласса, можем заметить, что для одного стража может быть активировано не по одному аспекту и фрагменту одновременно. Но игрокам нужно будет внимательно следить за дебафами, которые включают в себя тот или иной фрагмент. Например, фрагмент из примеров статьи отнимал по 10 единиц дисциплины и 10 единиц интеллекта. Слева на экране, кстати, удобно будут отображаться все ваши статы, которые как раз укажут вам на то, как они изменятся при активации того или иного мода. Мне очень нравится такой поворот в сторону кастомизации классов. Возможность сделать своего стража действительно неповторимым и особенным, управлять его силой так, как не управляли до этого, отличная возможность освежить игру. В первой части мы имели в арсенале подобную систему перков подклассов для всех стихий. И я надеюсь, что спустя время мы увидим такую же систему и для пустотных, и для огненных, и для электрических подклассов. Любой шаг в сторону развития RPG-механик идет игре только на пользу. Даже самые заурядные и неинтересные активности оживают в моменты, когда вы с командой подбираете перки, моды и снаряжение в подготовке к ней. Именно поэтому я считаю одним из лучших нововведений последнего года в Destiny чемпионов с различными барьерами. Это заставляет вас думать наперед, заранее, прежде чем вы запустите активность решать, кто какой мод возьмет. Тот же грандмастер на лед сам по себе не представляет из себя ничего выдающегося. Но мне было интересно именно пытаться подобрать нужную комбинацию команды и снаряжения, чтобы пройти его. Так что я безусловно оценил этот шаг в стазисе. Что же касается баланса и шуток про прощай горнила. Окей, я прекрасно могу представить, что какая-то из способностей может поломаться и стать имбалансной. Но во-первых, я уверен, что в первые недели после того, как игроки получат стазис, разработчики будут невероятно пристально следить за тем, как мы его используем, и будут балансить любые вопросы вовремя. А во-вторых, да, заморозка изменит всё. Но не этого ли мы с вами хотим? Не хотим ли мы, наконец, играть иначе? И как в первый раз? Лично я, да, хочу. Так что ждём остальных подробностей. 3 сентября расскажут о Титане, а 8-го об Охотнике. Ну а ты, Страж, не замерзай. Подписывайся на канал и не пропустишь никакой важной инфы. До связи. Страж, не замерзай. Страж, не замерзай. Подписывайся на канал и не пропустишь никакой важной инфы. Продолжение следует...